Самое главное – здоровье, хорошего старта! На старт! Первыми на дистанцию вышли спортсмены 2001 года рождения и моложе. Для них подготовили 5-километровую трассу. Ее выбрали и врачи, которые своим примером показывают пациентам. Нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В Лыжне России приняли участие более 150 студентов и преподавателей РЯЗГМУ. Очень хорошее настроение. Поэтому мы все приехали с удовольствием, поучаствовали, все рады. Потом поедем домой и у нас будет как напоминание в этот день. Всегда приезжаем с очень хорошим настроением. Каждый год катались. В этом году приехали поддержать наших участников. Дистанцию 5 километров проехала одна из старейших участниц соревнований – Людмила Амелькина. Ей 82 года. Участвует в соревнованиях в 30 с лишним лет. Приезжает вместе с родными, которые тоже занимаются спортом. Трассы очень хорошие. Очень хорошие. Лыжи скользят. Настроение хорошее. Здорово. А вот самому молодому участнику соревнований полтора года на Лыжне России нет возрастных ограничений. А для спортивных родителей отдельная награда. Людмила Назаренко приехала на Лыжню с мужем и двумя детьми. Младшему сыну всего два с половиной года. На Лыжи пока не встает. Ехал дистанцию на санках. Везла мама. Муж за колледж бежал, а мы его поддержали вместе с детьми. Одного на санке, другого на лыжи. Ну и сама, соответственно, стараемся поддерживать здоровый образ жизни. ВИП-забег в этом году составил 2019 метров. Он был не таким многочисленным, но тоже собрал болельщиков. Серега, полкайся с детьми. По итогам забега в своих возрастных группах на дистанции 10 километров первое место заняли Татьяна Чиванова и Дмитрий Мысев. На дистанции 5 километров Кристина Павлушина и Руслан Соловьев. Победители и призеры лыжной гонки награждены медалями, кубками, дипломами и памятными призами. Дина Исляева, Станислав Худряшов, телекомпания «Город».